На базе Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова состоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по химии. За победу боролись 256 старшеклассников из 60 регионов страны. На протяжении недели юные ученые соревновались в двух турах – теоретическом и экспериментальном. Участники проверили свои теоретические знания, решая задачи повышенной сложности. Провели ряд практических опытов во время экспериментального тура, посетили несколько профильных предприятий и пополнили свои знания об истории Севера на многочисленных экскурсиях. Казанский Федеральный Университет представляли 8 учащихся из лицеев имени Лобачевского и IT-лицея КФУ. Трое учащихся IT-лицея Казанского Университета принесли команде Татарстана призовые места. В Олимпиаде участвовать довольно просто, если разбираться в материале. Но задания, конечно, были и тяжелые, но я думаю, что со многими справился хорошо. Готовились мы очень долго, начиная с 9 класса. Мы уже все занимались упорно химией и занимались этим очень долго. Даже на каникулах бывало то, что мы приходили сюда и учили. Как мне кажется, этот результат очень неплохой, потому что это Всероссийская Олимпиада все-таки. Но, конечно же, есть над чем работать, и нужно смотреть на свои ошибки, анализировать их. Безусловно, труд педагогов сыграл в победе немаловажную роль. На мой взгляд, самое нужное для олимпиадников – это иметь химические руки, голову химическую и интуицию, что очень даже важно. И ребята в 7, 8, 9 классах работали со мной. Спустя годы нам помогал Балматенков Дмитрий, помогал химический институт. И эта победа, возможно, победа всех наших детей и преподавателей. Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата, без экзаменов в любой университет России по профилю Олимпиады и награждаются специальной премией правительства Российской Федерации. Аделя Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс.